Привет! Сегодня мы с вами пишем эссе по тем подсказкам, которые я давала в первой части видео. Тема у нас та же. Кто оказывает большее влияние на формирование личности человека? Семья или школа? Поехали! Прежде всего, вспомним наши аргументы и то, как мы распределили их по абзацам. Как вы видите, для второго абзаца у нас осталось всего два аргумента, и это нормально, потому что в задании написано, что мы должны привести два или три аргумента. Так что два наших аргумента это вполне вписывается в концепцию задания. Также мы можем, если нам не хватит слов, дописать один аргумент во второй абзац, не нарушив структуру эссе. Кстати, вы спрашивали, почему в четвертый абзац нужно написать один-два аргумента, ведь этого нет в задании. Объясняю. Вспомните, как мы спорим. Если собеседник приводит нам аргумент в защиту своей точки зрения, мы на его аргумент даем свой контур-аргумент. Если собеседник привел аж три аргумента, естественно, мы парируем тремя контур-аргументами. Что же у нас написано в задании? В третьем абзаце мы должны привести один-два аргумента в защиту противоположной точки зрения. А в четвертом абзаце мы должны объяснить, почему мы не согласны с этой противоположной точки зрения. Но если в защиту противоположной точки зрения приведено один-два аргумента, соответственно, не соглашаемся мы и приводим также один-два контур-аргумента. Именно поэтому в четвертом абзаце мы также должны написать один-два аргумента. Итак, нам нужно написать введение, поставить проблему. Мы можем сказать, что есть люди, которые считают, что семья оказывает большее влияние на формирование личности, чем школа, хотя другие с этой точки зрения совсем не согласны. И предложим разобраться в данном вопросе. Вот как это будет звучать по-английски. Введение получилось на 36 слов. Это вполне нормально. Следующий абзац – выражение вашего мнения. Как я уже говорила, где у вас больше аргументов, то и будет вашим мнением. В нашем случае мы считаем, что семья оказывает большее влияние, чем школа, на формирование личности. Давайте напишем об этом, не забыв про те аргументы, которые мы оставили для второго абзаца. Как видите, второй абзац получился довольно большим, на 72 слова. Если сложить это с введением, получается 36 плюс 72, мы уже написали 108 слов. Не забывайте о том, что верхний предел с учетом 10% – это 275 слов, и мы ни в коем случае не должны его превысить. Теперь напишем о противоположной точке зрения. Что считают другие люди? Они убеждены, что школа оказывает большее влияние на формирование личности человека. Сейчас мы напишем об этом, использовав те аргументы, которые мы оставили для третьего абзаца. Итак, третий абзац почти равен второму по объему – 62 слова. Складываем все это вместе, и получается 108 плюс 62 – 170 слов мы уже написали. Если вычесть эту цифру из максимального объема, то у нас остается на четвертый и пятый абзац всего 105 слов. Помните о том, что ни в коем случае мы не можем написать больше. Теперь пишем четвертый абзац, помня о том, что на заключение тоже нужно будет оставить некоторое количество слов. В четвертом абзаце мы спорим с противоположной точкой зрения и приводим аргументы, которые у нас помечены в плане стрелочками напротив аргументов для третьего абзаца. И вот что у нас получается. У нас в четвертом абзаце 60 слов. Если мы складываем все это вместе, то 60 плюс 170 получается 230 слов. Таким образом, на заключение у нас остается всего 45 слов. Напоминаю еще раз о том, что мы ни в коем случае не можем написать больше, иначе заключение автоматически выпадает из нашего эссе, так как проверять будут всего 250 слов. Напоминаю, что в заключении мы должны подвести итог, тем самым подтвердив свою точку зрения и желательно приведя хотя бы один сильный аргумент. Поехали. Ну вот и все. Совет два слова. Посмотрите, насколько близко мы подошли к верхнему пределу. При этом, как я уже говорила, если мы настолько близко подошли, мы должны обязательно пересчитать количество слов во всем эссе минимум три раза. Это очень-очень важно. Почему? Я говорила уже много раз. Иначе ваше эссе будет проверяться не в том количестве, которое вы написали, а всего лишь 250 слов будут проверять. То есть заключение уходит, а может быть даже и четвертый абзац. Будьте внимательны. Если бы мы превысили количество слов, мы бы могли удалить по одному аргументу из третьего и четвертого абзаца. Обязательно по одному из каждого абзаца, потому что они там идут парами. Либо, если нам бы не хватило слов, мы могли бы дописать один аргумент во второй абзац. И таким образом мы бы не нарушили структуру нашего эссе и сохранили бы логику повествования. Обратите внимание, что в данном эссе нет никаких сокращений. И это правильно. Зато там очень много различных слов-связок и клише. И напоследок кое-что о плане. Вы заметили, что план был написан на русском языке, а само эссе, конечно же, на английском. И план не был предварительно переведен на английский язык. Почему? Дело в том, что если вы будете переводить план предварительно на английский язык, вы потеряете во времени. Если вы сначала переводите план на английский, вы уже что-то там формулируете. А когда вы пишете эссе, вы понимаете, что вам нужны некоторые другие слова, синонимы, еще что-то. И вы снова выполняете ту же самую работу. Кстати, возможно, вы ее опять будете переделывать. Зачем вам это делать? Во время написания вы должны думать, что написать, какие аргументы. Во время написания самого эссе вы думаете о том, как это написать, как сформулировать ваши мысли. Во время написания плана думать о том, как написать, совершенно не нужно. Конечно, если у вас очень высокий уровень английского языка, вы можете написать план сразу на английском. Некоторые люди умудряются написать вместо плана практически целые абзацы. Аплодируют. Но если у вас уровень английского не такой высокий, вам будет гораздо проще написать план на любом удобном для вас языке, не переводить его на английский и только переводить во время написания самого эссе, когда вы формулируете эти все мысли в цельные, логически связанные предложения. Обещаю, если вы последуете моим советам, вы не пожалеете о потраченном на это времени. Итак, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Удачи на экзамене! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok